Дыхание и кровообращение должны обеспечивать любые степени активности организма. Сущность дыхания это снабжение ткани кислородом и выведение из организма двуотиси углерода. Перенос газа в кровью подчиняется ряду физических законов. Например, газы растворяются в жидкости и выходят из нее в силу разности парциальных давлений. Перенос связан с циркуляцией крови между легкими и тканями. В легких кислород поступает в кровь, а СО2 выходит в альвеолярный воздух. В тканях наоборот, О2 идет в ткани, а СО2 в кровь. Венозная кровь в легких отличается пониженным напряжением кислорода и повышенным напряжением СО2. Газы перемещаются по градиенту давления. В результате газообмена происходит оксигенация крови и выведение СО2. Формируется артериальная кровь. В ней напряжение кислорода высокое, а двуокиси углерода низкое. Проходя через ткани, кровь превращается в венозную за счет отдачи кислорода и диффузии в кровь из тканей СО2. Вернемся к малому кругу кровообращения. Кислород, поступающий в кровь из альвеолярного воздуха, сначала растворяется в плазме. Затем переходит в эритроцит, где вступает в соединение с гемоглобином. Эта кривая отражает процесс связывания кислорода с гемоглобином и его отдачи. Она может смещаться в зависимости от PH, ПСО2 и температуры вправо или влево. В капиллярах большого круга кровообращения, в тканях, процессы идут таким образом. Кислород переходит в ткани, в плазму, а затем в эритроцит поступает СО2 и при участии карбоангидразы образуется угольная кислота. Ее анион частично остается в эритроците, соединяясь с калием. А большая часть возвращается в плазму и вступает в соединение с натрием. Освободившийся хлор переходит в эритроцит. Таким образом, СО2 переносится в плазме в виде натрия-Аш-СО3, в эритроцитах в виде калия-Аш-СО3 и карбо-гемоглобина. В капиллярах малого круга, в легких, все процессы идут в обратном порядке. Поступающий в кровь кислород соединяется с гемоглобином. А СО2 отщепляется от всех несущих его соединений и уходит с выдыхаемым воздухом. В таком виде артериальная кровь снова течет к тканям. При этом 1 грамм гемоглобина связывает максимально 1,39 миллилитра кислорода. Встречаются ситуации, когда человек дышит в условиях низкого атмосферного давления. Например, в горах. Парциальное давление кислорода снижено во вдыхаемом воздухе, альвеолярном воздухе, а следовательно и в крови. Возникает так называемая гипоксическая гипоксия, которая может быть первоначально компенсирована усилением дыхания. Дыхание стимулируется также при больших физических нагрузках, при которых растет потребность ткани в кислороде. И его доставка обеспечивается возрастающим кровотоком и дыханием. В лаборатории использование современных методов исследования позволяет получать количественную и качественную оценку функции дыхания. В частности, всех его этапов. Внешнего дыхания, переноса газов, тканевого дыхания. Эта запись внешнего дыхания получена в условиях покоя. Помимо кривых, прибор выдает их цифровую оценку. Специальные приборы дают возможность изучать дыхательную функцию в условиях дозированной физической нагрузки. Для такой нагрузки используется велоэргометр. Представленные методики помогают оценить резервные возможности дыхательной функции, установить отклонения от нормы у больных, контролировать течение заболевания и ход выздоровления. Применение вычислительной техники позволяет оценить и сопоставить параметры, характеризующие энергозатраты, и получать данные в графическом изображении. Исследуется газообмен в состав выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Прибор вычисляет и показывает процент поглощаемого кислорода и выделяемого СО2. В комплекс исследований необходимо включать определение, содержание гемоглобина в крови. Прибор работает в автоматическом режиме. В данном случае высоченные цифры отражают норму. Важнейший интегрированный показатель состояния организма — PH. В венозной крови он ниже, в артериальной — выше. Средняя величина — 7,4. Как снижение ее, ацидоз, так и повышение, алкалоз, может стать несовместимым с жизнью. Этот анализ требует совсем небольшой порции крови, взятой из пальца. Прибор показывает PH, PCO2 и PO2, и на основании этих данных вычисляет целый ряд других. Исследователь получает информацию и может выявить респираторный или метаболический ацидоз или алкалоз. Для этого нужна специальная номограмма. В этом случае PH, PCO2, PO2 — предел их нормы. Такой автоматический анализатор в считанные минуты выполняет несколько десятков анализов проб крови и выдает около 20 биохимических параметров. Итак, существуют современные приборы, выдающие обширнейшую информацию. Но без глубоких знаний и широкой эрудиции исследователя эффективность самых современных методик может быть сведена к нулю.